Включить микрофоны, чтобы там не было лечения зубов. Я постараюсь оперативно проговорить. Ну, 15-20. История такая, что мы когда обсуждали концепцию клуба, основной вопрос возникал в том, какие сервисы должны быть внутри клуба. Соответственно, появилась одна из идей, этого сервиса. Более того, мы его сейчас там в рамках другой структуры, эти же похожие компоненты для этого сервиса, ну, тоже пытаемся начать делать. То есть там есть определенный вопрос по финансам и так далее, и так далее. Идея в следующем, что нужно сделать, по сути, мейчинг людей, мейчинг пользователей. Например, тебе нужно, я не знаю, поставить, вот у меня там производство карамели, нужно поставить карамель в провиции Хуньнань какую-нибудь в Китае. Вот. Тебе нужно, соответственно, найти либо дистрибьютора, либо закупщика. Вот. Чтобы сейчас это сделать, ну, сейчас нет такого сервиса, нужно очень сильно прячься, чтобы найти вообще выходы туда. Зачастую нужно сплатить большие деньги тем, кто как-то работает с Китаем и так далее, и так далее. Вот. Хочется, чтобы через формат такого CCT а-ля клуба находить нужных людей. Соответственно, появилась идея, что это можно, в принципе, автоматизировать, технологизировать. Но это при этом должен быть такой сервис, который не привязан напрямую к клубу. Мы сейчас до того, как вы все включились, тоже с играми проговаривали, то, что должен быть отдельный, ну, по сути, отдельный сервис, который каким-то образом функционирует, в том числе в рамках клуба, но и в ней его также существует. Суть сервиса в том, что мы сводим пользователя между собой. То есть одним что-то нужно, а другие что-то могут предоставить. Обычно это контакты, либо сервисы в услуге. Пользователь на первом этапе разведет сервис, просто заполняет анкету, например, поставка карамели в провинцию Шиньянь в Китае. Нужно вычислить, ну, нужно понять, пойдет или не пойдет продажа по такой-то цене, и нужно понять, кто из закупщиков может купить или нет. Соответственно, с другой стороны, мы подбираем из готовой базы либо сервис провайдеров, либо бизнес, такие же предприниматели, которые могут дать контакт в Шиньяне и поставщиков, закупщиков и так далее. Вот. Соответственно, с одной стороны, заполняют анкету пользователи, которым что-то нужно, а с другой стороны, сервисы, либо такие же точно пользователи, которым могут что-то дать. Обычно это одна и та же анкета. Потом, если мы поймем, что это работает, что вся эта история нужна, это можно сделать через чат-боты, ну, через обычный чат, где вы просто, вот, там, фейсбуке, грубо говоря, или в Телеграме пишите, мне нужно выход в Китай. И прямо там дается выдача под ваши параметры. То есть чат-бот уже знает, кто вы, какой у вас там уровень бизнеса, какие вам нужны примерные услуги, он понимает, и так далее. То есть дает уже так, таргетированные решения. Вот. Ну, причем, на первом этапе нужен также админ, который, ну, учит сервис. мы сейчас в рамках рыбаков фонда, то есть есть сотрудник, который на этой истории, в принципе, выделен, который это может так или иначе делать, как администратор проекта. Плюс мы сейчас пробиваем бюджеты, чтобы тоже это можно было сделать. Если конкретика, то как это будет работать? Ну, более того же, даже мы начали там адресовывать более детальную логику, но презентацию просто не стал вставлять, я думаю, не имеет смысла. Вот. Как это все обучать по этапам? Ну, я думаю, что нужно сейчас просто концептуально проговорить. Функционального пользователя ты можешь добавить своих, ну, там, сторонних участников, либо, например, если ты, например, добавляешься просто в чат-бот, в чат-бот уже видят всех твоих друзей, и ты можешь просто пореклиновать из этих друзей определенных, кто может, например, решить ту или иную проблему. Ну, то есть, это через определенную такую систему визов через анкетирование, в общем, через чат-бот, либо просто через веб-интерфейс. Анкету я ниже покажу. Ну, собственно, второе, пользователь может создать разные сервисы предоставить, платные, бесплатные, может с кем-то свести, и так далее. И третье, это разные ресурсы. Ну, в принципе, то же самое, платные, бесплатные. Соответственно, поведение участников, то есть, один тоже пользователь, может быть, сервис-провайдером, один тоже пользователь может в то же время брать какие-то ресурсы сети, искать людей, поставщиков, дистрибьюторов, и так далее. Наполнять другими участниками. Более того, мы обсуждали с играми, но это точно не на первом этапе. Сейчас нужно обкатать вообще саму суть сервиса, нужно или нет кому-то. Потом это можно будет привязать к рейтингам, к системе рейтингов, к криптовалютам, чтобы, например, за активность в сети, за то, что это рекомендуется качественных пользователей, качественных участников, за это вам числятся токены, ну, то есть, криптовалюта определенная. То есть, такие механики генификации. Ну, и, собственно, третье, это то, что ты можешь быть активным участникам и накапливать валюту за свои действия. Собственно, вообще суть всей сети, как на самом деле любого клуба, в том, что есть определенный уровень доверия в этом клубе. Потому что, например, когда ты даешь какие-то с трудом-то бытые контакты какого-то человека, вот я, например, вчера получил контакт очень крутого человека, который через Amazon продает. Мне нужен был выход на Amazon, он сейчас делает где-то 500 тысяч долларов в месяц оборотки через Amazon. Вот. Просто так я его, конечно, не дам этот контакт, но если я понимаю, что я за это получу еще больше, то я его, ну, я его дам, ну, я помогу тому человеку, чьи контакты я тоже дал. Если я это понимаю, то я ими поделюсь. Соответственно, рейтинг формируется, ну, тут, на самом деле, не три параметра, там их очень много, скорее, три категории, то есть оценка пользователей и сервисов, которыми ты пользуешься, отзывы и так далее, за активности, за разные, те только некоторые перечислил, и рейтинг, собственно, влияет на функционал твоего, на той функционал, на твои возможности. Дальше расскажу, какие. Первое, это, например, все пользователи должны так или иначе делиться на определенные касты. Что значит касты? Это по уровню бизнеса, то есть, например, если у тебя там 10 миллиардов, и тебе будет какой-то студент писать, ну, это как бы неприкольно, ты, скорее всего, отпишешься от этого сервиса. То есть, должен быть фильтр на каждом уровне твоего развития. Но при этом, если этот студент какой-то суперталантливый, он там, не знаю, сервисы по искусственному интеллекту разрабатывает для крупных корпораций, то в системе он должен расти, его рейтинг должен расти, он получает доступ к бизнесменам более высокого уровня. Это очень концептуально, ну, то есть, я по верхам сейчас рассказываю, там уже мы начали прописывать более детально, как можно делать, но это тоже все можно обсуждать дальше. Сейчас, в принципе, саму идею. Идея, подход, презентуем. Ну, собственно, модель развития, такой сетевой, то есть, в чем идея? В том, что, например, у нас есть приоритетные регионы, допустим, Китай или США, и нам нужно закрыть по ним перечень сервисов. Первое, например, кто поможет с открытием офиса в этой стране, кто поможет со всеми юридическими вопросами решить проблему, кто поможет с логистикой, кто поможет, в принципе, вам вас проконсультируют, платные или бесплатные, как вообще там все устроено, какие есть варианты выхода и так далее, кто поможет, например, выходить на онлайн-площадку, на Tmall, например, на Гонконг, или на Амазон, совершенно разные компетенции. Это как Google AdWords и Яндекс.Директ. Вроде бы одно и то, же на самом деле разные компании этим занимаются, специализируются на каждом из них. Разная логика их работы и так далее, сравнить социальные сети с поисковиками. Тоже вроде реклама и реклама, но совершенно разные контенции у людей должны быть. Здесь, соответственно, нужно... Я дальше покажу общую матрицу продуктовую, ее мы еще будем дополнять. То есть нужно будет, по сути, заполнять ячейки по каждой стороне, по каждому решению для малого-среднего бизнеса. Где-то они будут платные, где-то бесплатные, где-то просто личные контакты, которые к каждой ячейке привязываются. А где-то, например, компания решает подключить все, полностью выход на страну. То есть все, логистики, анализы, в общем, аркетинговые исследования нужны или нет, продукты в этой стране. Открытие там филиалов, представителей и так далее, и так далее. Поэтому такая механика позволит, собственно, агрегировать любых участников через горизонтальные связи. То есть у вас есть какой-то контакт в Гонконге, добавляем его в сетку и он добавляет, он заполняет матрицу, что он может заполнить по Гонконгу, например. То есть по странам, по городам. Конкретно прям анкеты пользователей по экспорту товаров, услуг. То есть она структурировалась на общие данные, что требуется тебе и детализация запроса. Вот, например, анкета, что планируете экспортировать. Конкретно там экспорт продукции, услуг. Тебе, например, нужен поиск представителей, агента или открытие офиса в регионе. Или тебе нужен, партнер в регионе, который будет инвестировать в бизнес на местах. Консультирование вариантом экспорта. Это не финансовая поддержка. Например, РЭЦ предоставляет анализ внешних рынков, продвижение на внешние рынки, это там маркетинг, патентование, что немаловажно, например, в Китае. Доступ на внешний рынок есть сертификация продукции, таможенные, все вопросы, логистика. Ну и финансовая поддержка. Это, например, РЭЦ предоставляет субсидии для, ну то есть если вы экспортируете продукцию, то ваш закупчик может кредитоваться через банки, через российские банки по 9%. Вот. Ну во многих странах это хорошее статус. Ну и соответственно обучение экспорта. Ну и эти услуги, конечно, должны расширяться. Соответственно, эти услуги должны предоставляться, во-первых, регионам географическим, и каждый регион соответственно делится по странам. И каждая страна еще делится по городам. Я здесь просто не расписывал. Ну и соответственно анкета пользователей. Какие-то базовые вещи, которые мы должны по нему знать. На самом деле если ты, если мы делаем это через чат, то чат-бот автоматом собирает все открытые данные из вашего профиля. Даже не нужно заполнить анкету. Он и так собирается данные, более того, что ваших друзей данные соберет. это что касается анкеты пользователя. В принципе, сервис-провайдер это то же самое. Тот же самый пользователь заполняет те же самые данные, но там может быть где-то более детально, например, по электронным торгам. И по сути, ну так же по регионам, где у него есть компетенции. И по сути мы их сводим между собой и видим матрицу вообще всех решений по экспорту. То есть горизонтально все сервисы, которые могут предоставляться пользователям, но здесь они все перечисляют просто и соответственно по стоимости услуг. Может быть еще нужно градация по рейтингу, например, всех решений. И логика в том, что мы просто забиваем нашу базу данных по всем сервису. если конкретику посмотреть, то что я уже сейчас набрал у Китая по экспорту керамели по своему собственному производству. То есть касался как меня уже просутировал интерто, и РЭЦ. Некорректно например, торг за 60 тысяч рублей готов провести маркетинговое исследование рынка, допросить дистрибьюторов и так далее, и так далее, закупщиков. Вот первичный анализ сделать. РЭЦ делает это бесплатно. Ну пока по крайней мере говорит. По логистике может закрыть компанию Neologistic например, доставку. По онлайн площадкам есть АБК не на Тимоле стерилизируется, есть Интерторг на ней и Алибаба и Тимол берут на себя. Вот. Там если по США то, что ну там просто предприниматели, которые своим бизнесом занимаются, свои товары продают, они могут проконсультировать. А могут стать твоим партнером, например, если они понимают, что твой товар подходит под их параметры. То есть они готовы стать даже с инвесторами в закупки. Ну соответственно, потенциальный партнер, ну мне это не нужно, например, финансовая, не финансовая поддержка, интерторг, финансовая поддержка трасса, бесплатно причем, и потенциальные закупщики, я пока их не ну еще не занимался этим, не дошел до этого этапа. Ну, суть в том, что вот таким образом, понятно, это более детально можно и по каждому человеку детализировать, и в принципе набирать кучу таких сервисов, которые должны ранжироваться по рейтингу, по стоимости, то есть в каждой ячейке их может быть там сто, например. И мы своими собственными силами можем их заполнять. При этом потом мы можем и разные дополнительные сервисы делать. Например, первое это страхование сделок. И то, что в интернет-магазинах сейчас все больше развивается и во всяких битубе-сервисах интернет, когда ты не уверен, что когда есть какая-то предоплата, например, можно за что-то заплатить до предоставлению услуги, ты не уверен, что может быть там фирма отданет или еще что-то, то ты третьим лицу, которым ты доверяешь, передаешь деньги и гарантирует, что сделка будет осуществлена. То есть такой депозит кладешь. А тот взаимодействует собственно сервис-провайдер. Такие компании уже есть для интернет-магазинов для битубей-сервисов на небольшие сделки. Может быть это по сути дополнительный сервис, дополнительный бизнес. Плюс страхование сделок, какие-то решения подключить можно делать, можно многое автоматизировать на самом деле. я говорю быстро, но на самом деле за каждым из этих историй огромная работа и по сути это может быть отдельный бизнес, например, страхование сделок или например это может быть отдельная большая история. Собственно этап развития, чтобы нам по минимуму по сути такой бизнес истории и не думаю что здесь должно быть много участников, никому кто сейчас слушает, не предлагая партнерство и так далее. Цель просто рассказать, получить фидбак пока и по нескольку можем это разворачивать на базе клуба. но также и другие сервисы там правда клуба в принципе я считаю по такому же принципу должны развиваться. То есть первое мы сделаем интерфейсы то есть там будет и веб-интерфейсы и скорее всего чата вот сейчас просто решаем все эти вопросы там все очень непросто и может быть возможно это зависит зависнет на какой-то срок надеюсь мы это быстро сделаем потому что много есть готовых решений конструктору скажем так на базе которых можно сделать вот второй набор партнеров собственно участников России то есть пока угловые клиенты в России и берем ключевые страны скорее всего это будет Китай и США вот которые собственно мы дальше заполняем вот эту матрицу продуктов и решений для выхода на эти страны именно из России и соответственно дальше смотрим насколько это все статистика что называется и насколько все будет востребовано в том числе в рамках нашего клуба вот если востребовано соответственно дальше мы развиваем по другим странам по другим сервисам и так далее вот дальше мы обсуждали что-то можно сделать на базе блокчейна чтобы было интересно попасть других участников ну и дальше это система запроса в свободной форме то есть когда ты не отправляешь анкету и тебе сразу анкеты зачастую это долго а через чат-бот который про тебя уже все знает и по сути ты просто за там три секунды в свободных форуме забил запрос и уже сейчас там системы распознавания естественных текстов которые просто сбиваются от руки они там достигают 90% то есть тебе сразу через чат в фейсбуке или телеграмме выдается перечень решений или там конкретных людей их контакты и так далее и так далее в зависимости от твоего рейтинга уровня компании и так далее собственно прям вот быстро я рассказал если что-то непонятно задавать вопросы давайте можно я сначала пару слов дополню вот Игорь говорит значит немножко тоже добавлю я сейчас работаю над описанием концепции всего нашего этого проекта и пока у нас вот мы с Алисеем тоже обсуждали это пока есть такая конструкция значит должна быть базовая платформа примерно так же как это сделано скажем marketplace google play или там у apple apple store да вот эта платформа которые уже могут подключаться самые разные сервисы в том числе вот этот мэтчинговый сервис или например сервис который мы с Игорем сейчас проектируем по продвижению через инфлюенсеров в социальных сетях и целый ряд других сервисов юридические любые так вот поэтому что из себя представляет должна платформа на мой взгляд это база участников у которой есть следующий функционал это рейтинговая система автоматизированная чтобы каждому человеку который скажем совершил какую-то транзакцию получил какой-то опыт взаимодействия с другим человеком с другим членом сообщества можно было очень легко и просто поставить оценку по этой транзакции чтобы она была открыта для всех других людей значит дальше она должна иметь внутреннюю некую валюту для того чтобы можно было очень легко и просто осуществлять внутренние платежи и чтобы это было безопасно и чтобы все сервисы которые интегрируются в эту платформу они могли быстро подключаться и у них была бы возможность получать и принимать деньги и открытый API то есть это открытое подключение к движку платформы таким образом чтобы можно было легко интегрировать сторонние сервисы к этой платформе и получать доступ к этой базе соответственно и взаимодействовать с участниками ну и вот структура чат-бот самый главный такой чат-бот он должен интегрировать себе чат-бот если они будут других сервисов и каким-то образом разруливать вот эту коммуникацию внутри так вот платформа это это объединение малых предпринимателей и экспертов по миру цель этой платформы это ускорение и упрощение международной бизнес-коммуникации и бизнес-кооперации почему малые предприниматели потому что мы уже говорили что средние и крупные они вполне способны сами заплатить за то чтобы привлечь лучших экспертов чтобы нанять сразу же людей на местах где им нужно и прочие вопросы решить или например если крупному или среднему бизнесу понадобится прокачать себя по какой-то теме ну скажем как юридически оформлять сделки не знаю там с Китаем он может быстро это получить за определенные деньги а вот малым предпринимателям им тяжелее в одиночку привлекать лучших экспертов пользоваться услугами и прочее поэтому кооперация и коммуникация малых она больше имеет смысл объединение этих предпринимателей имеет больше смысл так как ну скажем если нам нужно пригласить какого-то серьезного эксперта дорогого то пригласить его для 30 человек например это где среди них есть его потенциальные клиенты гораздо проще чем одному человеку попросить проконсультировать так вот соответственно вот эта платформа должна быть некоммерческой в том смысле что она деньги которые она будет зарабатывать это например деньги скажем процент от вот этих сервис провайдеров ну тот же самый мэтчинговый сервис он будет платный да Алексей ну что-то платное что-то бесплатное ну так или иначе это все-таки коммерческая история то есть я так понимаю вот соответственно она должна зарабатывать так вот и каждый такой сервис который зарабатывает уже на участницах на экспертах внутри этой платформы он просто отчисляет так же как гугл плей продавая свое приложение через гугл плей пользователям платформы андроид ты обязательно отчисляешь какую-то часть денег самой этой платформе гугл плей самому маркетплейсу и таким образом этот маркетплейс эта платформа она содержит инфраструктуру у администраторов и так далее пиар какой-то осуществляется на эти деньги и прочее так вот основатели самой этой платформы самого комьюнити вот здесь на мой взгляд их должно быть много по разным странам и это такая открытая должна быть система где партнером ты становишься можешь стать в любой момент взяв на себя просто определенную часть задач которые сейчас висят в пули в открытом пуле задач как бы как только ты выключаешься и перестаешь работать ты как бы теряешь партнерскую партнерский статус становишься просто участником ну можешь в любой момент вернуться то есть это такой свободный вход-выход а вот сервис провайдера уже это история не для всех основателей этой платформы или партнеров это любой грубо говоря может участник из любой страны предложить этот сервис и соответственно использовать платформу просто как площадку для разворачивания этого сервиса соответственно платформа сама я ее опишу скоро да в ближайшее время уже она на мой взгляд может состоять из трех таких кругов центр основной базы это предприниматели непосредственно малые предприниматели по другим городам мира следующий круг это экспертное сообщество и следующий круг это ну я называю это публика то есть потребители контента которые не являются полными участниками но тем не менее могут смотреть на видео видеоблоги сообщества потому что скажем экспертные консультации которые в онлайн режим будут проходить они будут публиковаться потом в видеоблогах и так далее это все нужно для того чтобы постоянно набирать новых участников разворачиваться пиариться там прочее ну вот собственно вот такая примерно модель вот сейчас Алексей презентовал конкретный сервис который можно было бы один из первых запустить непосредственно уже на этой платформе потому что он такой самый понятный в принципе так как люди которые заходят в сообщество глобал бизнес и им нужно найти в других странах каких-то представителей экспертов и прочее им наверное хотелось бы это сделать быстро и просто и вот автоматизация такая мать мэчинг людей она вполне была бы удобна единственное у меня вот вопрос возникает такой что анкетирование и рейтинги на мой взгляд это должно изначально быть уже в самой платформе а мэчинговый сервис вот этот скорее это такая скажем штука которая интеллектуальным образом выбирает из базы подходящих участников или экспертов и друг с другом их как-то соединяет дает им удобный интерфейс взаимодействия между собой но рейтинги которые ставятся они должны накапливаться в самой платформе чтобы их могли использовать их мог использовать не только этот сервис но и другие сервисы но вот как-то так и валюта тоже должна быть в самой платформе чтобы опять же если будут какие-то транзакции эти транзакции чтобы проходили через внутреннюю валюту чтобы опять же накапливалась эта вот история и так далее ну примерно так что думаешь вопрос пожелания есть то живой на да есть у меня главный вопрос в какой стадии это все сейчас находится и если сейчас что-то уже готова если у вас понимание на какой технологической платформе это все будет реализовываться ну там будет несколько связанных историй мы сейчас говорим про саму платы в сервис начинга здесь просто история такая сложная получается как большая бизнес-сеть есть там социальные сети где там просто котиками поделиться а это как такая деловая сеть которая по идее должна быть встроена в каждый бизнес иначе такая будет история не особо живая в идеале то здесь должна быть совместная зона коллаборации где можно работать над проектами ресурсы шарить там и так далее по уровню доступа и остальное и второй момент это должно быть удобно чтобы работать своей команде получается здесь как бы вопрос разворачивание инфраструктуры для всей этой истории есть ли какое-то понимание как зачем команда здесь я вот они понял зачем работать команда и шеринг ресурсов не вот это вот я не понял может быть детально рассказать что что месяц здесь история про то что цель какая то есть ускорить развитие всех участников сообщества правильно я понимаю как технологическом плане так и с плане ресурсов обмена там и так далее ускорение коммуникации и кооперации вот соответственно круче всего ускоряет эта коммуникация мы сейчас общаемся там да вот несколько человек вместе да а если организовать процесс несколько комьюнити друг с другом будут вести коммуникацию да то это как бы развито так кто-то отвалился просто ну вот уже есть определенные наработки в этом плане и в принципе то что здесь большинство то уже сказали мы уже как бы даже протестировали в какой-то там истории сейчас уже начали но это реализовывается интересно сейчас покажу что есть да расскажу очень интересно но я то есть я долго копал эту концепцию да и пытался понять как это все лучше устроить нашел такого крутого дядька будет его как дьем кофер картинка так лучше всего указывать историю так так то есть история следующая то есть есть как бы вот воркфорс комьюнити это вот рабочая скажем так команда которая дает результаты для того чтобы сейчас то есть есть то есть нужно организовать связь нескольких комьюнити друг с другом первое комьюнити это воркфорс это ну сотрудники да это лучшая команда которая там идеально разбираются во всех технологиях могут там решать поставленные задачи и для развития этого комьюнити то есть тоже есть определенные инструменты например там база знаний там также там система по обучению там и так далее следующая комьюнити это у нас партнерская комьюнити где там допустим поставщики там партнеры которые продают продукцию там по партнерской модели там обмен опытом там и так далее да это то есть вот такие дружественные другие комьюнити с которыми выстраивается связь отдельное комьюнити это с клиентскими получается у каждой компании ну выстраивается по факту свое клиентская комьюнити то есть там идет продажа там отработка возражений потом сопровождение там клиентский сервис там ну и так далее и отдельная комьюнити это marketplace то есть где уже выкладываются готовые решения которые идеально то есть подходят ну коннектиться к каждому бизнесу тот в этой сети уже ну работает и вот это все в принципе должно работать но на какой-то единой инфраструктуре да для того чтобы там можно было и чат бота подключить единую базу данных запустить чтобы собиралась там бигдата общая да там например каким-то там правилам там разделенной и чтобы можно было ее использовать и соответственно для всего для всей этой истории получается ну нужно социальная сеть называется enterprise social network сейчас кинул ссылочку вот на этого дядьку вот я прям рекомендую посмотреть все презентации там которые есть потому что они прямо реально мозг взрывают я пытался там как-то сам придумать велосипед какое-то время но оказывается что уже давно это все есть уже все придумано и как бы не надо ничего выдумывать так сейчас еще покажу одну картинку здесь так то есть вот получается как компания будет выглядеть то есть есть такие комьюнити есть и кита кто данные предоставляет там рекламные сети и все это выстраивается вот в такую структуру так сейчас еще вот картинка тут есть интересная так ладно время отвлекать вот и смысл в чем заключается в том что мы сейчас начинаем уже отрабатывать эти модели и вот идеальная модель как бы ну то что вот я сейчас нашел в принципе то что есть это у нас платформа зоха коннект чем она хороша то что здесь уже вот есть сама готовая платформа где уже можно вести там здесь каждой площадке есть внутренний например вот это это моя платформа где я коммуницирую с командой рабочими проектами задачами здесь у нас собирается база знаний ну это корпоративная социальная сеть интернет где мы просто ведем рабочий процесс и ну в ней удобно почему потому что есть и вся команда здесь чата там сотрудниками там и так далее но самое интересное получается в том что здесь же находится и внешняя сеть например digital business network где вот сейчас мы там проводим технологические мероприятия где мы привлекаем такую широкую аудиторию и предлагаем вот вам технологии пробуйте их и за шесть дней выдать какой-нибудь результат да там видеть как ботом если он будет хороший он будет окей то все мы можете организовывать свою команду и базируйте здесь у нас комьюнити например интернет медиа марк геймерс маэстро stream team light здесь пошли уже команды которые грубо говоря встраиваются в эту network и потом получается здесь у нас огромное количество таких групп формируется и в каждой группе есть там своя там ну как например вот своя стена свои события там да там календарь там мероприятий каких-то которые проходят это там своя там небольшая база знаний это у нас и и так далее то есть тут тут есть много разных штук теперь что касается приложений если тут ну полную версию открыть то есть возможность запуска приложений компании то есть здесь вот например берем и создаем какое-то приложение для какой-то группы для этой название так название то есть вот назовем их акатом все создаем приложение и здесь уже быстро можно сформировать базу данных какое-то там приложение или еще что то то есть вот у нас здесь быстренько просто собирается форма которая нужна а вот имейл и еще что то там да и предоставляется доступ на нужную группу и в плане автоматизации вот эти все формы эти базы данных то есть они уже как бы можно там в виде отчета в виде графиков либо в виде таблиц в виде сводных каких-то штук выставлять и получается что это интересная штука что здесь можно автоматизировать там все что угодно и эта вся вот механика она уже получается встраивается прямо вот в саму камню прям вот идеальнейшим образом например вот view ну тут табличка например появляется и просто чтобы было понимание как это выглядит вот мы сейчас сделали для млм компании свою эту самую сеть ну свою такую CRM систему как она выглядит то есть например вот заходит ну менеджер по продажам он видит там свои показатели сейчас там демо версия здесь мероприятия все проводятся на которые он должен пригласить других участников чтобы потом рекрутировать свою сеть здесь у него все лиды там приглашение на мероприятие там его список задач там новых лидов он добавляет здесь заполняет отчеты здесь же его команда где он понимает с кем как нужно работать видны отчеты план график работ собирается обратная связь по его команде через чат-боты через чат-боты отправляются приглашения на мероприятия там и так далее все собирается в такую единую экосистему есть база такая база в которой нужно работать есть получается комьюнити где все можно как бы вести деятельность общаться идеальнейшим образом доступ разграничить настроить например коммуникацию какую-то уведомление например не хочу письма получать либо хочу письма раз в день все это удобно делается и получается вот эта вся штука она уже автоматизируется в плане ботов это на базе Зоха да? там сборная солянка там Зоха Wordpress Flowexo то есть самые популярные решения которые есть они вот здесь уже реализуются вот здесь вот собирается отчет дня там от агента например каждый день ему там отправляется отчет например сейчас посмотреть вот последний отчет собрался 3 часа назад посмотрим сейчас по логам отправилась карточка с данными вот они идут Юлия Захарова вот отправила через вертера старт бот через telegram отчет вот сейчас мы в базе его тут найдем все аккаунты все отчеты вчера например нет все отчеты вот все так у нас все Дима я правильно понимаю что это сейчас ты как бы внутрянку нам показываешь а интерфейс для простых пользователей он какой-то ну более простой или как он они как все это видят ну интерфейс какой получается вот но есть интерфейс просто можно что-то закрыть что-то можно открыть вот и и все и дальше просто ну готовится обучающие материалы просто как пользоваться этой инфраструктурой можно я пару слов тогда здесь сейчас озвучу еще с чего вообще как бы возникла мысль собрать международную базу такую многие из нас состоят в сообществах в этих чатах бизнес молодости телеграф в телеграме и там сделано ну предельно просто то есть в том смысле что есть много тематических чатов скажем чат по не знаю контекстной рекламе там директ надо мне найти быстро найти директолога я прям чат пишу парни кто может быстро настроить директ для сайта и мне тут же короче куча народа уже пишет или например посоветуйте чувака или там чат по HR и тут же пишет то есть человеку для того чтобы начать пользоваться вообще ни хрена не надо ничего знать никаких систем ничего не надо нигде регистрироваться проходишь по закрытой ссылке попадаешь в закрытый чат пишешь что тебе надо и тут же получаешь просто как раз два три я здесь на самом деле поддержу ну там ну с одной стороны тут не не противоречите на мой взгляд то есть это не отменять того что я там рассказал это простое решение то что Дмитрий показывает это полноценная там система управления бизнесом вот все просто намешано это не могут ну это другое наверное сервис такое прям все очень серьезное такое большое ну это просто тут я так понял все есть и CRM и управление проектами и взаимодействие с внешними и систем управления знаниями там и так далее ну это просто все намешано да ну как бы под свои задачи делалось видимо это это универсальная система просто вот в этой картинке на самом деле и просто сейчас надо уже об этом задумываться потому что будет уже все это поздно то есть вот что сейчас идет вот вот он график технологий как растут и вот как организация как комьюнити развиваются и так далее наша задача получается с помощью вот комьюнити решений то есть делать прикольно вот красные вот эти вот рельсов передвинуть компании там и участников сообщества на вот эти вот оси чтобы вместе уже двигаться вот на одной технологической платформе потому что без вот этой штуки это все останется на уровне то есть сидели болтали разбежались все то есть очень сложно будет а у тебя может быть это как-то посмотреть демо версии это через зохо или можно к вам как-то залезть и посмотреть какой есть функционал это не то что мы обсуждали но то есть но хорошо что это показало другая история другой сервис ну окей ну в общем поделился чем есть то что очень прикольная тема про зохо быстро я могу в этом помочь там и более того можно прямо вот встроиться прямо органично там и дальше уже можно будет развивать ну да это уже конкретику нам тогда обсуждать круто да что показал и я так понимаю что вы сами да пилили там многое и состыковывали да разные что-то там просто сборная солянка получается там это для моего проекта для клиентских проектов там потом для клиентских проектов клиентов сейчас партнеров потихоньку подтягиваю сюда подтягиваю лучших этих ну там разработчиков технологических потому что ну тоже сейчас как бы вот ребята старой волны которые там привыкли кодить все и вся они сейчас уже не годятся потому что ну очень долго идет разработка нужно да и сейчас есть большое количество новых решений которые там разворачиваются буквально там за два за три дня вот и пользоваться никто не умеет вот и вот зохо она вот как бы ну идеальная платформа для вот такого быстрого развертывания то есть угодно да зохо кстати одна один из мировых лидеров у них целый комплекс систем там и серым и хрен знаете что там очень много всего я вот ну на следующей неделе в амстердам лечу на партнерскую конференцию там просто чтобы уже договариваться с ними там более плотно чтобы они там на россию но они на россию никак не нацелены хочу заявить чтобы они здесь как-то поактивнее скажем так и разработку включали там и наши интересы тоже там отстаивали потому что как вот с ними это все намного быстрее делается вот например для хакатона я бота запустил с вирусной этой механикой то есть вот есть ссылка реферальная я ее скидываю кому-то и после этого там через какое-то время мне приходит сообщение о том что привет друг у тебя там уже кто-то подписался на тебя вот кажется к тебе в команду кто-то добавился у тебя теперь 18 баллов доступна какая-то там функция такая и все и все эти люди просто в серым собираются уже и дальше можно с ними там работать по тем вот это прикольно прикольно то есть как бы вот знаешь кстати можно сказать я сейчас когда прорабатывают концепт прежде всего пытаюсь понять как сделать максимально простейший фронт энд то есть чтобы тому человеку который не видит вот это все что ниже айсберга подводную часть айсберга чтобы он даже не запарился и не смотрел на все это чтобы он видел только вот типа взаимодействовал с чат-ботом например видел бы непосредственно мог бы общаться с людьми в чате например в телеграме и в чат-бот с ним взаимодействовал бы плюс я не знаю там емейл рассылка еще что то чтобы для него это было очень просто потому что чем проще людей будет включать и активировать тем больше шансов развить живую систему если мы потребуем от людей где-то регистрироваться что-то там отслеживать базу знаний что-то писать какие-то отчеты заполнять это все пипец это технологии надо сейчас просто отработать процесс то есть это как бы внутрянка уже такого уровня продвинутого где идут уже там работа над проектами там да там серьезно потому что вот без этой единой платформы технологической договорить это скорее для команды я правильно понимаю то есть это не для пользователей для всех а это для самой команды это вот для активных участников комьюнити которые там работают совместно над какими-то проектами игорь на самом деле это нужно всем потому что это но любой бизнес нужно переводить на такие рельсы идея в принципе пока перевести ну полностью цифровать бизнес да и чтобы например твой менеджер спой воспользовался тем же самым чатом который мы там сделаем да и точно так же нашел дистрибьюторы в Китае или в Глентконге или еще где-то ну то есть это надо все он просто показал комплексный подход к тому что можно делать но это только там частичку хотели сделать у меня вход в эту всю историю идет через академию то есть диджитал бизнес академия где я просто смотрел приходите обучайтесь новым технологиям соответственно и все и у вас все будет хорошо и вот уже кто в академию зашел для тех уже дальше вот эта вся история начинает разворачиваться потому что есть там сеть есть возможности давайте там вместе там ну и так далее то есть а здесь получается вот получили доступ вот здесь база знаний по всем сервисам вот там CRM допустим открыли и посмотрели там как вот там им пользоваться например там 32-минутный урок который там просто в деталях все разбирает как там пользоваться тем или иным сервисом Дима, ты про партнера, да, Зоха? да, да окей, понятно, да есть какие-то еще, ребят, дополнения вопросы, пожелания непонимания меня слышно? да да, Борис, слышу я пытаюсь просто сообразить мы и Алексей и Дима то есть это про сервисы то есть какие сервисы можно навешать, носить но самой этой сети ее нет пока нет, да да и я просто пытаюсь понять цель сегодняшнего обсуждения обсуждать сервисы, которые могут быть навешаны, наносить или пообсуждать вопросы стрессистой сети смотри ну вот да чтоб я не это попал туда, куда нужно Борь, ну вот мое видение, например, что сервис с мэчингом поможет в том числе развивать сеть потому что ты даешь ценность и ну вкладываешь, например, участников добавляешь участников и так далее в своих местах или, например, мы закидываем такую же удочку в Гонконге и там участники также добавляют в сетку мэчинга собственно участник и хочется через сервис это сделать то есть максимально автоматизировано, чтобы там не летать, не знакомиться ну, знаешь смотри совершенно точно да совершенно точно на этапе строительства сети как бы приглашать через показывание что у нас есть множество сервисов технических позволяющих строить бизнес-процессов между компанией и компанией ну то есть я почему обсуждаю там же идея партнерской сети она базовая мне кажется и мы ну собственно говоря сам этап строительства сети он до сих пор еще не пройден и это этап договорных отношений потому что китай там вообще не партнерская история там ну то есть так рынок устроен что если ты приходишь с массовым каким-то товаром с курикой то ты идешь на платформу ну то есть есть свои законы то есть партнер то там ну если и нужен то нужен партнер который поможет тебе сориентироваться как продвигать продукт в той же Alibaba ну то есть такое ну то есть как принято же там 80% товаров продается через интернет вот вопрос какого типа партнер да в такой ситуации нужен и я бы все-таки этап строительства сети бы я бы к нему вернулся и все-таки разделил что есть 2 типа ролей то есть сервис сервис ну как эксперт да как эксперт который помогает сервис-партнеры сервис-провайдеры да а есть история про партнерскую ну как бы ну то есть про бизнесовую мы же работаем с категориями когда собственниками бизнеса вторая категория вот если складывается вот эта связка собственник у нас собственник у них и они видят возможность потенциала там для развития своих компаний когда могут навешиваться сервисы ну вот наши в том числе нужно организовать процесс там продаж не знаю или разработок ну подбираем инструментарий который с этим умеет и мы предлагаем ну интегрировать им в эти свои процессы как бы расширение своих бизнес интересов на территории двух стран вот ну и говорю еще раз у нас пока ситуации вот что как бы ну нет самой сети а сервисы поэтому они в воздухе везят понимаешь ну вот основной вопрос в том как собрать конкретную сделку понимаешь вот ты написал процесс я бы другую цепочку описал я писал цепочку до контрактных отношений и ее попытался бы автоматизировать ну организовать в нашей сети ну в том числе с технологическими инструментами что происходит до подписания контракта я там пример приведу китайцев я встречал у них собственно говоря просто переписка в ВИЧате юридическую сегодня значит что отношения состоялись понимаешь ну то есть там суд признал ну то есть была подставка то есть не заключая договора то есть бумаги неподпитаны что факт сделки в ВИЧате сегодня является фактом совершившейся сделки ну смотри Боря ну то есть что происходит до и инструментарий для обеспечения вот этого типа сделок ну то есть дальше у сети могут быть сервисные партнеры и тогда понятно каких привлекать тот же РЭС то есть он например выстраивает и он говорит что мы заинтересованы помогать там отдаем сервисы на Китай например в торговых площадках ну то есть появляется такой сервис партнер то есть есть запрос у человека там выставить что-то выставить продать ну а дальше просто на Алибабе там и логистика и все эти сервисы уже расстроены понимаешь ну я не очень понимаю чем это противоречит именно мы это мы хотим сделать то есть мы ну мэчинг это и есть создание сети по сути сервисов Лёв можно навешать ну немеренно просто когда будет сеть еще раз через мэчинг и хотим сделать создание сети то есть ну как в LinkedIn например ты заходишь и создаешь себе сеть по сути и там то же самое но не так смотри как сеть создает вот я например я архитектор сети я как бы начинаю ее строить вот у меня каждый элемент в этой сети человек который заходит первый раз я точно знаю его как бы потенциал и зачем он мне нужен в сети а дальше просто как я сеть поддерживаю я например организую просто встречи там его с кем-то ну то есть в том числе удален они в процессе ну как бы переговоров появлялись сделки то есть я поднимаю как бы ну при этом я вот так строю сеть я как бы провожу интервью беседу там да ну то есть и вот допускаю в сеть как бы да то есть вот даже ресурсов они ограничены добавлю чуть-чуть это один раз надо сделать нет ресурсов ограничено это же нужно тысячу людей охватить а зачем там есть система ты строишь иерархичный то есть отобрал первую десятку доверенных с ними ну дальше ну десятка десяток ну то есть прогрессия ну еще раз говорю вот там сеть сеть небольшая должна быть мне так кажется то есть максимум тысячи человек это вполне такая ну беспособная я думаю что нет даже по одному китаю я думаю там должно быть много тысяч человек не не китай решение принимает действительно по бизнесу хорошее решение принимает десятки людей вот борис можно я тогда пару слов можно там добавлю немного потом оставлю в комнате там у меня вот такие мысли просто нет противоставления я говорю что это все будет работать но пока мы сеть не соберем нам прикрутить смотрите первый момент что такое сеть вот она сеть это вот квадратик который вот есть вот здесь вот это вот так тысячи человек которая нам нужна для того чтобы эту всю историю там раскачать да там ну до хорошего уровня есть как бы ядро партнеров ключевых которые эту сеть начинают развивать по там определенным направлениям кто-то со стороны трафика кто-то со стороны технологий кто-то со стороны там нетворкинга там еще каких-то инструментов но чтобы сюда загнать и все на одной истории общались ну нужно аудиторию подготовленную заводить потому что ну все не зайдут и не будут до конца понимать то есть что происходит соответственно это такой вот круг обучения который нужно пройти чтобы уже в сети хорошо уже взаимодействовать обучиться всем новым механикам потому что это ну недостаточно просто зайти туда и начинает работать там надо как в голове перестроить там ну очень много стереотипов и моделей поведения там и всего остального и чтобы в эту академию там либо в курсы как бы завести нужен еще один внешний такой круг это как раз могут быть чаты телеграммы либо например у меня например это группа в фейсбуке это диджитал бизнес акселератор где вот 2000 человек то есть мы вот потихонечку сюда вот целевую аудиторию приглашаем здесь и работаем и дальше уже ну кто готов уже приглашаем сюда дальше а в эту сеть уже отстраивается масса как бы инструментов это и боты и сайт и мейл рассылка там и куча-куча площадок всяких разных но это все начинается с создания контента то есть без создания контента то есть ну как бы ну сложно будет привлечь что-то там интересное то есть это не нет ты же рассказываешь про маркетинг а не про экспорт ну а не про создание сети вот это механизм то что ты сейчас показал да я сейчас кстати у Дима понял очень великолепную мысль на самом деле сам правильную вот и что касается вот этих историй трафиковых то есть мы сейчас эту эту историю обкатывает через шоу то есть что сейчас потребляет больше всего то есть ну широкая такая аудитория телек уже никто не смотрит книги никто не читает сайт там как бы уже тоже неинтересно но появляются у нас целевая аудитория собственники бизнеса ну там разные надо просто создавать свой бизнес канал который будет работать 24 на 7 собирать нам необходимую нам аудиторию вот эту вот ее прогонять через всю эту механику чем лучше качественнее будет контент вот это все истории тем лучше и качественнее мы соберем аудиторию то есть это как бы вот вопрос не про то где брать аудиторию а вопрос про то как организовать системную выдачу то есть полезного контента который вот реально будет привлекать там нужную аудиторию гениальная штука гениальная сейчас вот себе тоже записал отражу это модель смотрите у меня есть что целевая аудитория где бизнесмены собственники я на себе просто ну как бы сталкиваюсь но ведь времени как бы нету в том то и дело времени удобнее знаешь какой сервис удобнее сервис консьерж ну типа мне удобно я вот позвонил мне там сказали да я сейчас пользуюсь да нет я скажу какой сервис надо вот мы сейчас что делаем это сервис это чат-бот который я чтобы не забывали с какой аудиторией целевым работаем это не поколение там хиппи ну знаешь что то это гаджет фрикет там и так далее это люди ну надо понимать да гаджет фаги ну надо понимать тоже куда сейчас мир движется и что будет завтра потому что десять лет назад только социальные сети появились за десять лет много чего поменялось айфон первое выпустили тоже десять лет назад что будет еще через десять лет как бы ну я прям даже не знаю что будет на самом деле чат-боты только бот назад появились массовые да кстати да да у меня тоже еще есть предложение не предложение вернее а вот у нас получается что у нас есть два захода да один заход привлечь аудиторию да второй заход подключить туда людей с обучением чтобы они понимали что это за сеть как ей пользоваться и так далее да это вход снаружи да конечно вход снаружи да вот поэтому в принципе два подхода как бы они нормальные и тот и тот надо пользоваться просто да единственное у меня здесь есть мысль о том что это надо пробовать на людях что вот то что мы сейчас рисуем да во первых мы рисуем это под русский менталитет потому что мы работаем с русскими да вот и будет ли это пользоваться успехом у китайцев например да не очень очевидно да вот и поэтому есть предложение прямо начинать пробовать что-то делать то есть пробовать вот ну с китайцами с индийцами с американцами проводить какие-то вещи и смотреть на что они реагируют и именно эти темы и двигаться да великолепно именно мы сейчас допустили механика по хакатонам которая позволяет за 6 там ну за неделю отработать какую-то гипотезу в формате команд и например взять какую-то новую технологию выиграть ее применить посмотреть на результат и получить обратную связь от конечных потребителей и вообще рынка в целом вот и вот эти вот истории надо прямо быстрыми циклами проводить и то есть чем быстрее это мы сейчас научимся делать тем быстрее мы найдем правильное решение ну смотрите мы еще ну я тут тоже хотим очень быстро на цикл да научиться работать да да тоже у нас технологический аспект есть а может пропала маркетинговая составляющая она же озвучивали как-то тут нет нигде да борис можно я тогда включусь маленько значит смотрите что касается формирования сети вот борис справедливый вопрос задал он говорит вы обсуждаете уже сервисы какие-то алексей на что говорит мэтчинговые сервисы по сути есть один из инструментов сейчас формирования сети ситуация какая что самое главное для того чтобы сформировать первичную базу людей которые начинают уже взаимодействовать а не просто они есть в анкетах и все и забыли про них это две вещи на мой взгляд первое это инструмент их взаимо автоматизированного взаимодействия какого-то простой инструмент взаимодействия и вот мэтчинговый сервис там чаты чат-боты мэтчинговый сервис это самый на мой взгляд простейший из возможных инструментов быстрого взаимодействия когда тебе конкретно что-то нужно например в Китае и ты должен быстро это найти. Собственно, ради этого ты изначально в сети заходишь. И если этого инструмента нету в сети, то все остальное становится как бы практически бессмысленным. Это первое. И второе – это непосредственно доверие и контент. Вот доверие и контент, на мой взгляд, нужно делать таким образом, чтобы сразу же в сети был инструмент рейтингования, чтобы можно было отметки делать. И второе – регулярный, например, еженедельный или раз в две недели, контент онлайн – это встреча с экспертами по наиболее интересующим темам, как раз тех людей, которые хотят быстрее выходить на зарубежку, мало как принимать. Как только сейчас мы запустим, что у нас каждую неделю мы людей приглашаем, что вот, внимание, ребята, во вторник такой-то эксперт крутой рассказывает, как в Китае продавать продукты питания. Человек, который уже продал на 100 миллионов долларов. И тем самым, как раз, с одной стороны, это будет некая входная точка, потому что люди, участвуя в таких мероприятиях, если они видят, что это полезно, то есть начинают чувствовать, что это практическая штука, дальше они как бы заходят в эти чаты и получают возможность быстро найти людей нужных им. Вот имея эти два инструмента, мы уже можем на этой базе взрастить как бы первоначальную сеть, а дальше уже на нее в процессе уже накидывать другие всякие сервисы и прочее. Но вот эти два вещи, то есть минимальный контент полезный, регулярный причем системный, и инструмент быстрого нахождения контактов, быстрого знакомства, быстрого выявления нужных тебе людей, вот эти две вещи, это и есть основа, с чего нужно начинать. Вот, к примеру, вам вчера Мерген, значит, вчера мне пишет, Виталик, короче, подключи Мергена, как ему найти людей нужных. И вот он первое, что этот Мерген меня спрашивает, первое, где посмотреть, что за люди в сети, как узнать про них, анкеты посмотреть или что-то, как мне найти нужных мне людей, куда мне задать вопросы. Это первое, что ему нужно. Вот, собственно говоря, поэтому вот эти два инструмента, мне кажется, это то, с чего нужно начинать. Сейчас мы чуть детальнее все это опишем, и все, и можно будет тогда запускать. Потому что это как в компьютерной игре или в соцсети. Пока ты не наберешь критическое количество участников первоначальных, движения никакого не будет. Потому что если у тебя в чате там 20 человек, то бессмысленно туда писать, потому что шанс, что найдется человек, который именно в нужный тебе вопрос может решить, это минимальный шанс просто. А вот если у тебя там уже 200 или 500 или 1000 человек, вот тогда уже шанс значительно выше, более высокий. Ну, здесь очень важный момент, вот то, что Боря в том числе касался, как мы, собственно, набираем базу. То есть это в любом случае нужно будет многое вручную делать, отначально, то есть через свои контакты и так далее, и так далее. Но Боря... Изначально, да. Хотя, вы знаете, вот я думаю, что здесь можно как сделать, скажем так, с одной стороны, знакомые через знакомых, то есть вот то, что кто-то говорил, десятки через десять, через десять, через десять, это, безусловно, самый главный принцип, да? Но второе, что... Первый, что начинай, да. Да, но второе, как бы параллельно, нужно набирать окружающую публику, то есть, например, еженедельный вот этот контент, онлайн экспертные освещания, их сразу же транслировать, например, на Ютьюбе, там, в Фейсбуке, и раскручивать это для того, чтобы сформировать фолловеров, то есть базу большую, из которой уже, опять же, будут потихоньку туда люди заходить внутрь базы. То есть... Потому что приток только через знакомых, он все-таки ограничит очень сильно аудиторию. А вот вопрос доверия, который всеми ставился, как обеспечить, на мой взгляд, это как раз очень простая система рейтингов. Простейшая такая, что, скажем, ты что-то у человека попросил, он тебе что-то помог, и ты тут же в чате можешь, например, через чат-бота поставить ему оценку. То есть, например, упоминаешь его, там, чат-бот, такое-то имя пользователя, и там, пять. Вы заколебетесь это все потом, это простраивать в плане вот этих чат-бот-логик, потому что это очень замороченная штука будет. А как тогда, по-твоему, сделать элементарную систему рейтинга, чтобы человек мог очень быстро отдать оценку? Отзывы. Зашел, написал отзыв там на стене. Куда зайти? Куда зайти, вопрос. Если это внешняя сеть, например, это в соцсети, вот, отзыв, например... Должна быть какая-то единая база, очень простая. А эта база, это Digital Network, где вот единая база, где вот все на одной площадке. В личной профиле там будут звезды, запройденные курсы подтверждения компетенций, и получается отзывы реальных этих самых... Все верно. Вот это и речь идет об этом инструменте, и он еще не выбран пока. Нужно... Нет, в чатах же есть, по-моему, какие-то даже оценки. Я не помню. Есть, но попробуйте, просто систематизируйте все. Мы тут уже давно занимаемся этой штукой, но это геморрой еще тот. Ну, это надо забираться в технических деталях, да. Там будет скоро какая-то конференция, 18 апреля, по-моему, конференция Фейсбука, и там будет анонсировано очень много всяких штук крутых по чат-ботам в том числе. Вы, например, знали, мне сегодня просто показывают, что у каждого из пользователей Facebook мессенджера есть свой уникальный код, при наведении на которого тебе сразу на него страничку перекидывают. Да. Вот, это вот буквально недавно появилось, они еще не объявили об этом. Ну, короче, будет много функционалов нового объявленной. Вот, чем мы вот вчера протестировали, вот, запустил новую механику, то есть, с одной стороны, для сбора заказов для чат-ботов, например, да, вот, ну, от любых пользователей, там, я не знаю, там, от бизнесменов, там, и так далее. Вот реальные запросы. Происходит, что у нас тут происходит интересного сейчас? Допустим, создать обучающий бот-навигатор по сайту, для event-агентства нужен бот на JSON, который можно загрузить настройки селс-бота вам и CRM. Вот, конкретно, это заказы, да, для чат-ботов. С другой стороны, есть вот эта сеть, где, получается, у нас, вот, я говорю, готовый ТЗ для чат-ботов, гоу, погнали. Вот есть, ну, команда, вот 29 участников, кто сейчас уже вот работает над этим чат-ботом. Какие-то ботовые, да? Это внешние люди? А? Это внешние, да, люди? По отношению к твоей компании? Вот это в сети, они уже внутренние, внутренние, а внешние накидывают, там, например, вот ТЗ, там, для этих ботов. Я имею в виду, это не сотрудники. Кто? Это не сотрудники твои. Не, не, это не сотрудники. Сотрудники у меня вот здесь вот сидят, вот они. Круто, круто. Дима, а ты в Москве базируешься? А? Ты в Москве базируешься. Да, да. Ну, может быть, имеет смысл встретиться, да, прокурить там детально, да. Ну, когда время будет. Ну, да, времени нет никогда. Поэтому тут вот самое простое, что-то вот куда-то вот проект определить какой-то и погнали это все уже потихонечку отстраивать. Да, смотрите, еще вопросик один. Мне очень понравилась тема Дмитрия, озвученную насчет обучения, потому что она как раз подготавливает аудиторию. И нам то же самое говорила Женя Ронжина. Помните, помнишь, Леха? Да. Вот. И, короче, надо тогда продумать вот эту историю. Например, если бы у нас был какой-то партнер, который как раз круто специализируется на консалтинге по экспортным всяким операциям, по выходу на зарубежные рынки, и который мог бы, или у которого уже есть некая минимальная обучающая программа, крутая какая-нибудь, хорошая. Ну, кроме РЭЦ, я никого не знаю. Ну, вот и есть РЭЦ, и есть Портякин, Дима. Все. Я больше никого не знаю. Ну, вот надо подумать над этим, потому что если бы такой партнер был, то именно он мог бы стать в такой прихожей, да, как бы, куда мы просто со всего рынка собираем людей, например, люди проходят эту программу минимальную какую-то, и именно они уже, мы про них уже что-то узнаем, они поляризуются, они как бы окрасятся в наш цвет, то есть мы уже будем понимать, нужно им это или не нужно. То есть если им это всерьез нужно, и человек прошел минимальное обучение, то его уже заводя в сеть, у него больше мотивации будет взаимодействовать, что-то там делать дальше и прочее. То есть вот эту прихожую нужно продумать. Ну, это тоже такой момент. Вот у РЭЦ есть, да, эта программа обучения, но мне неинтересно проходить, например. Я просто по себе сужу. Мне интересно конкретную консультацию конкретного человека получить. В интерторге я получил консультацию конкретного человека. Все, я свою потребность закрыл, мне не нужно обучение для этого. Ну, это сервис, это сервис закрытый клуб, где есть и обучение, и возможность с консультацией, и нетворкинг, и все остальное. И за этот сервис, это ежемесячная оплата. Ребят, просто смотрите, какая история. Вот и Ронжина, и другой человек мне еще говорил, и вообще многие говорят, что, ребят, на самом деле самые живые сообщества формируются тогда из выпускников, грубо говоря. Я рассказывал, да. И вот, например, Singularity University, у них тоже мировое есть сообщество, но они проходят сначала обучение какое-то. Это не значит, что обучение должно быть нудным, каким-то оффлайновым, куда-то надо ездить. Нет. Речь идет о какой-то онлайновой программе, минимальной, но она должна быть понятной, практичной, эффективной, и удобной для того, чтобы быстро включиться и понять, мое не мое. И те, кто нам нужен, люди, и которые как раз подходят по параметрам, вот они раз прошли, как бы, чуть-чуть заточились, и уже внутрь зашли, и уже живые. А если мы просто будем наваливать людей туда, то очень много будет людей, которые будут глупые вопросы задавать, ненужные, всякие... Нет, я согласен. Я просто не могу с такой аудиторией работать, которая говорит, там, я не знаю, а как там, блин, я не знаю, в Facebook зайти, например, вот такие вещи, что все вот уже, до свидания, вы сразу не наша аудитория. Мы сейчас вот заводим в этот вкуп, получается, только через рекурсную оплату по карте, то есть надо карту привязать на 7 дней на бесплатный триал, то есть как бы вот уже должна быть карта, иметь опыт взаимодействия с ней, либо второй вариант через чат-бота. Все, как бы, других вариантов нету. Пройти туда, и получается, как бы, там уже сразу фильтруется, кто готов, кто не готов. Не, однозначно, ну, я за шлифовку, да. Но это надо все, это один из тоже инструментов. Ребят, мне сейчас надо уже отключаться. Да, все, все, я ссылочку в чат сейчас кинул, в группу в Facebook, вы просто добавьтесь туда, посмотрите просто, как у меня устроена эта механика, может быть, что-то оттуда можно будет взять, потому что я эту всю историю создаю, чтобы там кто-то еще смог подключиться, использовать эти наработки, то есть, ну, я открыт к тому, что можно поделиться там, как бы, я там не зажимаю там какую-то инфу и еще что-то, технологии. То есть, все, кто готов брать, пожалуйста, welcome. Вот, ну, времени просто, ну, реально... Да, да, все, мы тоже все заканчиваем. Дим, а можно попросить тебя видео, сейчас тогда запись выложить? Да, видео через там, вот, как после закончились, 15 минут будет ссылка в этом. Давай, я ее отправлю на шифровку. В комментарии, давайте я последний сделаю. Мне кажется, вот идея сервисов, вот, на что собирать людей, ну, просто канал создать, знаете, такие, там, юридическая поддержка, и определить просто куратор каналов, которые бы отвечали на запрос. Ну, может быть, да. Ну, я просто, например, если бы приглашал, я бы мог бы объяснить, что это. Ну, типа, там есть сервисы, там, например, по юридической, там, ну, типа, юристы, которые будут помогать там. Просто пока обоснование, куда приглашаю, не понимаю. Там, вчера встречался с банкирами, они говорят, ну, давайте что-нибудь поинвестируем в проект, а я не понимаю, куда их сюда привезли. Ну, то есть, проектов такого, проектов вообще не вижу. Вот. И, ну, с кем собирать их тут, да, если непонятно. Но у нас еще, потому что не набрана аудитория, мы же, как бы, только-только. Нет, ты меня услышишь. Я к тому, что надо придумать, на что собирать. Вот, с точки, если бы сервисы были какие-то, ну, то есть, я бы могу объяснить, там, ну, тебе доступ в сеть, там, а что за сеть? Ну, там, типа, вот, есть внешняя деятельность, там, у нас офицер мы собрали, договорились, они консультируют в удаленном режиме, там, по этим вопросам. Типа, написал канал, бьем решила ответа. Ну, понятно, зачем тогда идти. Слава? Окей, ну, если подытоживаю, я думаю, что надо это просто все спускать, начать делать, как сказал Артем, и синхронить, ну, как бы состыковывать между собой, и ну, как-то координировать всю эту историю. То есть, каждый все равно будет делать то, что ему интересно, но при этом надо все это вместе, ну, вместе. Вот точно, это работать будет только в том случае, если каждый будет делать только то, что ему интересно. Вот нам нужно вот так вот сгруппироваться, чтобы, делая что интересно, получил вообще святые слова. Да, но при этом, чтобы мы правильно не делали одно и то же еще. Да, да, да. И каждый, чтобы еще свою тему развивал благодаря этому. Да, потому что есть еще основное пока действие, да. А вот надо, чтобы одно с другим совпадало прям идеально. Совпадало. Конечно, конечно. Именно поэтому сервис-партнеры, это, на мой взгляд, самые активные и будут участники, потому что для них это прямой бизнес-интерес. Как для меня, например, клиенты по, там, по брендингу, грубо говоря, да, это по инфлюенс-маркетингу, например. Также для юристов, юридические все и прочие. Я технологии любые готов там раскатать, то есть все. И мы как можем просто аудиторию шарить друг с другом, там, например. Я ваши услуги своей аудитории положил, там, и наоборот, там, например. Окей, какой дальнейший наш шаг, Игорь, как... Давайте, дальнейшее следующее. Сейчас видеозапись выложит Дмитрий. Я сценограмму выложу для всех, чтобы все ознакомились, в чем мы тут обсуждали. Дальше, в ближайшие дни я выложу уже конструкцию. Вот ту модель, как раз, о которой я говорил, само концепт, сам. Мы ее быстренько еще раз поговорим. Если все утверждаем, дальше уже переходим к практическим задачам. То есть распределим между собой, кто что делает, и будем делать. И сборку такую, да, сделаешь? Окей. Да, сборку, да. Все? Это контент, там, вещателем на регулярной основе, и это прямо будет основой. Все верно. Контент на регулярной основе, и вот этот мэчинг, чтобы люди могли быстренько познакомиться с теми, с кем они хотят познакомиться. Это минимально необходимый персонал. Да, контент завлекает на мэчинг, получается там. Да, да, да. И все. Ну и создание сети нам нужно еще будет сделать. А это и есть, это и есть. Вот контент плюс мэчинг, это и есть, как бы отсюда и пойдет поток, как бы, иначе не нужно на чем. Все, всем спасибо.